так запись запись пошла всем привет это новый выпуск ламповых интервью меня зовут антон вот и это проект чистой когниции и на этих интервью я приглашаю самых интересных для меня людей ну по крайней мере в россии из области психологии психотерапии науки и задаю им те вопросы которые уже очень давно хотел задать и вот сегодня у меня в гостях александр голов это психоаналитик доказательный психоаналитик александр приветствую да спасибо большое что вы меня позвали мне очень приятно здесь мне наверное надо сделать какую-то ремарку что лично я себя такая подлая ремарка что я себя не позиционирую как психоаналитик вот это это не то что ошибка какая-то это просто ну идеологическая такая штука мне больше нравится размытое слово психотерапевт даже без обозначения направления ну это уже совсем высший дзен очень ну вот у нас от нашего проекта вышло видео несколько месяцев назад которая называлась что такое доказательная психотерапия и там я значит сказал такую фразу что существует доказательный психоанализ и вот с тех пор меня просто засыпали вопросами что такое доказательный психоанализ вообще какие авторы ну что это вообще такое вот я предлагаю сегодня об этом наконец-то поговорить и ответить на все вопросы которые просто бомбили уже там в личку везде я думаю что вот вы тот человек который сможет нам может быть что-то сегодня рассказать что-то пояснить и значит собственно вот в самом начале вот может быть чуть-чуть вы бы рассказали о себе как вот для тех людей кто может быть вас совсем плохо знает или вообще-то может быть первый раз слышу меня зовут александр голов я психотерапевт я занимаюсь в основном работаю дистанционно направление в котором я работаю наверное ну правильнее назвать было бы что это психодинамическая психотерапия я так более психоаналитически ориентирован в своей практике работаю ну думаю сферы вряд ли кого-то интересует вот здесь я могу остановиться и в принципе я уже могу даже начать говорить по существу вопроса да но вот я предлагаю первый вопрос обозначить так то есть все таки что такое доказательный психоанализ вот как-то уже для всех кто жаждет и и существует ли он в принципе ну вот как такового словосочетание доказательный психоанализ вот как устоявшиеся формулировки он практически не встречается но само явление как допустим эмпирические доказательства эффективности они бесспорно существуют и они равномерно разбросаны по разным направлениям так получилось что ну вот по крайней мере в российском учебнике карвасарского есть три ветки направления там динамическая поведенческая и опытная и вот все психоаналитические направления очень грубо говоря относятся к той самой динамической ветки и выходит что наибольшими эмпирическими доказательствами во всей этой огромной динамической ветки которую ну можно условно обозвать психоанализом больше всего доказательств эффективности эмпирически полученных это у так называемой психодинамической психотерапии потому что у нее есть возможность здесь всегда очень большой вопрос да там что что есть инструмент как его можно операционализировать как можно оценивать его результаты почему как мы можем говорить да что сработало именно это они что-нибудь другое нужно разложить инструментарий ну в кавычках то есть приемы там техники интервенции или как-нибудь по-другому и так получается что на сегодняшний день это возможно ну по большому счету в психодинамической психотерапии если говорить в чем разница вообще между психодинамическая психотерапия психоаналитическая психотерапия психоанализ это вопрос на самом деле на который мне кажется даже ответа не существует и разделение очень сложно провести здесь между всеми ними если одна из сторон вопроса это вот как шампанское да это игристое вино но не каждое игристое вино это шампанское вот примерно психоанализ это примерно в том же духе это определенного рода бренд я понимаю что это не целая история что это лишь часть вот описание все сложнее много нюансов но по большому счету очень часто озвучивается мнение что психоаналитиком имеет право себя называть тот кто прошел личный анализ и стал членом ай-пи-эй международной психоаналитической ассоциации те соответственно потом появилась группа так называемых психоаналитических психотерапевтов но и это словосочетание было приватизировано и теперь психоаналитическими психотерапевтами могут называться те появляются членами европейской федерации психоаналитической психотерапии или европейской конфедерации психоаналитической психотерапии поэтому слово психо динамическая психотерапия осталось для тех вот как бы у кого условно говоря нету права называть себя так как они не прошли предъявляемые требования не выполнили ну условно, которые предъявляют вышеперечисленные организации. И вот у психодинамической психотерапии есть достаточно большая доказательная база. Есть статья, я не помню сколько месяцев, там, по-моему, 15 месяцев оценивали не только с помощью клинических опросников, но также делали снимки fMRI на оценку орбитофронтальных функций головного мозга и сделали какие-то предположения, что в группе персон, у которых нету депрессии, функции выглядят вот таким образом, ну, точнее, не функции, а как сети этих областей, насколько они задействованы, то у персон с депрессиями эти самые сети, они были как бы менее активны, ну, как бы, условно говоря. И в процессе долгосрочной, конкретно, по-моему, 15 месяцев психодинамической психотерапии на выходе получились результаты, ну, такие достаточно хорошие, и клинические методики показывали о том, что депрессия значительно уменьшилась, либо вообще отсутствовала по методикам, и снимки fMRI, они тоже показывали о том, что функции изменились и стали похожими на таковые, как в контрольной группе, у персон без признаков депрессии. И подобных, там, статей, исследований, их есть большое множество, но, опять же, это психодинамическая психотерапия. Вот, не с, как бы, психоанализ — это... Я думаю, если я скажу, что психоанализ — это психодинамическая психотерапия с определенным брендом, меня задушат где-нибудь в темном переулке за эти слова. Вот, но это что-то примерно из этого. К таким направлениям с эмпирической доказательной базой, то есть вот, которые занимались, по-моему, они называются рандомизированные исследования, таковые есть у, например, фокусированные на панике психодинамической психотерапии. К сожалению, руководство по короткой и расширенной версии на русский язык не переведены, и они не переведены в русский, не напечатаны, но в свободном доступе можно приобретать руководство. Разумеется, там, руководства никогда не бывает достаточно, и по этим направлениям есть тренинги в университетах, там, коллектив которых занимался над разработкой данных направлений. Есть больше всего направлений с доказательной базой. Это в основном Великобритания и Соединенные Штаты. Вот, например, в Великобритании такими направлениями являются краткая, динамическая, краткая, динамическая интерперсональная терапия и интерперсональная психодинамическая психотерапия. По-моему, вот в таком порядке там слова идут. Вот, к когнитивно-поведенческой, по-моему, я неправильно сказал, в поведенческом направлении есть, по-моему, интерперсональная терапия Вейсмана и я забыл второго автора или авторку. И слова похожи, но на самом деле они, насколько я понимаю, не относятся друг к другу. Вот эти два направления, которые я только что озвучил, они теоретическую базу берут из интерперсонального психоанализа Гарри Стек Салливана, американца, плюс какие-то добавления. Вот, например, интерперсональная психодинамическая психотерапия, которая была разработана, по-моему, Бобом Хобсоном, он взял он взял за основу интерперсональный психоанализ Салливана, он взял юнгянскую психологию, ну, точнее, по-моему, она называется глубинная психология Карла Юнга, он взял теоретические основы оттуда, а в дальнейшем, по-моему, австралийский коллектив, они применили его технику последовательно в группе пациентов с пограничным расстройством в личности и показали очень высокие результаты того, что результаты очень хорошие были. То есть, мы, как бы, сейчас пришли к следующему тезису, что психодинамическая терапия и психоанализ это немножко разные вещи, и психодинамическая терапия вот это то, что имеет наибольшую степень доказанной эффективности. Здесь, как бы, и да, и нет одновременно. То есть, да, они отличаются, и нет, они не отличаются в какой-то степени. Это здесь есть также вопрос политический. И, например, в американском психоанализе сейчас есть очень много рефлексии в связи с остротой некоторых социальных вопросов. Например, это отсутствие рефлексии аналитика по поводу его какого-то латентного расизма, например, или отсутствие его осознанности, например, в отношении каких-то там гетеросексистских позиций, и многое-многое в этом духе, и поэтому, например, вот сейчас очень много рефлексий есть насчет темы власти. На самом деле, это уже давно под каким-то прицелом находится. Почему я просто здесь припоминаю этот вопрос? Потому что использование слова психоанализ это отчасти такой как бы политический акт. Я до этого сказал, чтобы называться психоаналитиком, нужно пройти определенное количество часов или, точнее говоря, лет личного анализа с определенным количеством посещений аналитика в неделю пройти определенный теоретический тренинг и иметь определенное количество супервизионных часов. И кажется, что требования, которые предъявляются, вполне адекватны, но иногда сама теоретическая рамка внутри требований, она бывает, ну, как бы сказать, ну, проблемной, и это может не рефлексироваться. Например, есть, не знаю, как бы так не грубануть, но я так понимаю, что в большинстве своем психоаналитики, которые имеют статус IPA, члена IPA, это либо так называемые французские психоаналитики, это в основном, ну, последователями Лакана это неправильно назвать, но это люди, которые изучали работы Лакана и работают вот опираясь на теорию, которая была описана им. Это клейнианцы, которые работают опираясь на теорию концепции Мелани Клейн или там например на концепции Биона, и в основном это те, кто работают опираясь на работы Фрейда. Но дело в том, что время не стоит на месте, психоанализ не стоит на месте, он развивается и он видоизменяется, и, например, религиозный психоанализ, одно из таких относительно молодых направлений, он очень сильно не похож на фрейдовский психоанализ. А вот если говорить все-таки, вот мы сейчас вспомнили французскую школу и Фрейда, вот насколько сейчас эти направления Лакан, Биона имеют какую-либо доказанную эффективность или даже хотя бы актуальность может какую-то научную или практическую или все-таки это уже все устарело? Как вы может быть думаете? Вот насчет французского психоанализа я не буду фантазировать, потому что я очень-очень-очень слабо с ним знаком. Единственное, я знаю, что французский психоанализ вот именно как-то в версии Лакана, он тоже не стоит на месте, у них там огромная такая достаточно сильная психосоматическая школа, которая находится в тесной связи с медициной, то есть врачи направляют пациентов к психоаналитикам, тех, которые демонстрируют признаки самотоформных расстройств и тому подобного, и они контактируют. Я думаю, наверное, у французского здравоохранения есть причины так поступать, но в целом что-то про доказательность мне сложно сказать по этому поводу. Что касается доказательности там фрейдовских теорий, так получается, что они, часть из них проходят испытания временем, часть из них не проходит. Например, концепция бессознательного, она сейчас, ну, как бы, она есть не только в психоаналитических направлениях, но вот огромное, я даже не знаю, как это назвать, это направление, это методология, наверное, это все вместе. Есть нейропсихоанализ, преимущественно он базируется в Великобритании, и нейропсихоанализ, это попытка соединить нейронауки и психоанализ, и главная цель была все-таки, ну, понять, да, вот эти конструкты, например, бессознательная, там, структурная модель Фрейда, вообще все это действительно имеет какое-то, ну, отношение к действительности, это есть, или это там додумки какие-то. Так получается, что с течением времени какие-то концепции подтверждаются, какие-то по-прежнему остаются сомнительными, поэтому можно сказать, что вот нейропсихоанализ это инструмент, который продемонстрировал, что вот, допустим, часть именно фрейдовских концепций, она имеет место быть, в то время, когда другая часть, там, такая, как, наверное, многие слышали зависть к пенису, там, и вот эти штуки, что она несостоятельна, и там, это то, о чем я хотел сказать, о том, что сейчас очень много внимания уделяется социальным вопросам, и у Фрейда был ученик, его друг, его коллега, и впоследствии его антагонист, это Фернси, и вот он уже во времена Фрейда, просто вот короткая история, чтобы, ну, может быть, какую-то почвы дать, а то больше звучит, как какие-то теоретические штуки, во времена, когда, там, истерию изучали, там, специалисты разных направлений, но тогда преимущественно неврологи, и никто не мог понять, что это, как быть, как можно помочь, во Франции, в Сальпетриере, Шарко, он старался изучить, но преимущественно через такую медицинскую модель, его больше интересовали классификации, как симптомы сочетаются друг с другом, как изменяются состояния со временем, меняются ли они, и многое-многое другое, в то время, когда переживательная часть, она его не особо сильно интересовала, о чем тяготятся пациенты тогда, что их волнует, и многое-многое другое, и вот ряд исследователей того времени, там, в том числе Фрейд, там, Жанне, они начали слушать и прислушиваться к историям, которые рассказывали клиенты, ну, пациентки, и Жанне вместе с Фрейдом примерно одновременно пришли к идее, что у персон, которые демонстрировали истерические симптомы в прошлом, ну, в анамнезе обнаруживается эпизоды сексуального насилия, и Жанне, и Фрейд об этом сообщили медицинскому сообществу, но так получилось, что Фрейда приняли с холодом, его не принимали всерьез, и потом так получилось, что со временем он изменил свое мнение на этот счет, он отказался в пользу того, что на самом деле это такие фантазии, что на самом деле не было никакого насилия, это фантазии, которые создали клиенты, там, и это в свою очередь как бы большую проблему создало, потому что когда мы говорим персонам, которые пережили травматический опыт, что это неправда, они выдумывают, или там что-то в этом духе, разумеется, это ретравматизирует персон, и там у него была клиентка Дора, с которой они воевали, и она потом покинула анализ, почему просто я об этом говорю, таким, как бы, одним из близких учеников Рейда был Ференци, и у Ференци была сложная схема, он уже, он был первым, кто опять начал серьезно относиться к травматическому прошлому клиентов, то есть, будучи аналитиком, вот как бы, будучи внутри вот этой школы, внутри этой теоретической концепции о том, что это, ну, больше фантазии, чем истина, Ференци начал как-то, ну, серьезнее относиться к тому, что травме имеет место быть, к тому же он воевал, и в разной литературе указывается, что у него даже были признаки ПТСР в связи с военными действиями, и, возможно, просто в силу своего собственного опыта ему удалось как-то опять поставить этот вопрос, вот, и, то есть, вот часть концепции фрейдовского анализа, она была, она произрастала в связи там с, как бы это сказать, ну, с отголосками викторианской культуры или эпохи, я не знаю, как ее назвать, и она пронизала это направление, время менялось, там, социальная позиция менялась, и психоанализ трансформировался вместе с этим, и нынешний психоанализ, он вбирает в себя нейронауки, он вбирает в себя, там, в том числе, допустим, там, я его не припоминал, но, например, есть лечение, основанное на ментализации, MBT, которое занимает промежуточное положение между психоаналитическими направлениями и поведенческими, потому что они вбирают в себя то и другое, и на сегодняшний день, там, вот, например, современные реляционные психоаналитики и психоаналитесы, они также дополнительно проходят тренинги, вот, например, недавно я видел специальный тренинг для аналитиков, был по DBT, потому что все чаще приходит к тому, что бывает недостаточно чего-то одного, приходится как-то дополнять одно друг с другом, я понимаю, что это не совсем ответ на вопрос по доказательности, но это скорее вопрос, ну, такой как бы ответ, который совершенно расширяет и, может быть, даже переворачивает привычное представление о психоанализе, по крайней мере, у нас в стране, и вот, собственно, мой следующий вопрос, как так получилось, что у нас в России до сих пор, когда говорят слово психоанализ, то вспоминают только Фрейда или там Юнга, то есть что-то из начала 20 века, и неизбежно всплывают какие-то мемы вот эти, да, что там все от мамы, и Эдипов комплекс, совершенно неизвестно вот то, о чем рассказываете вы, вот этот потрясающий, интересный мир, который все-таки связан скорее с наукой, нежели с чем-то умозрительным. для тех, кому, я не знаю, было бы интересно увидеть, как выглядит более свежий психоанализ, в России есть Александр Левчук, есть Денис Каргальцев, есть Ирина Золотарева, это люди, которые не просто занимаются этим, но которые также имеют опыт публичных выступлений, они проводят вебинары, конференции, участвуют в конференциях, где они рассказывают о том, что происходит, и вот недавно там беседуя с коллегами, по-моему, даже вот кто-то из вышеперечисленных поделился гипотезой о том, что ведь когда вещи, когда психоанализ развивался и какие-то вещи ну проблематизировались, такие, например, как зависть к пенису и там какие-то другие штуки, у них возникла такая концепция о том, что та группа таких более ортодоксально настроенных психоаналитиков, которые не хотели рефлексировать какие-то положения, которые не хотели менять свою практику, которым было важно сохранить его таким, какой он есть, психоанализ. В Россию же вообще психотерапия относительно очень поздно попала, в то время, когда во всем остальном мире, там, в Европе, в Америке, по крайней мере, что-то хоть как-то было и происходило. Вот коллеги предположили, что так получилось, что пока психоанализ интенсивно развивался в той же самой Европе, пока он развивался в Америке, например, Джон Боулби, он ведь психоаналитик, и он сделал огромный рывок вперед, он, по сути, он привел этологию в психоанализ, и смешав вместе все эти вещи, мы получили теорию привязанности, которая, ну, рождена из психоанализа, которую используют теоретики и практики разных направлений, и когнитивно-поведенческие терапевты, и там, ну, может быть, не CBT именно, но, по крайней мере, схема терапевты бывает там, когда адресуются, гештальтерапевты, но вот, этологический Боулби, там, он смог создать что-то огромное, и вот пока, там, допустим, в Великобритании появляется теория привязанности, когда в Америке там тоже что-то происходит, люди пытаются проводить исследование, пытаются что-то понять, модернизировать. Коллеги предположили, это гипотеза, да, это размышление, это там не, там, истина историческая, но как будто бы вот эта какая-то часть ортодоксальная, они пытались привести светлое, вечное в Россию. Иногда коллеги, так получилось, что я практикую в реляционном психоанализе в направлении, и в России нету супервизоров, которые работают в этом направлении, нам приходится супервизировать нашу практику у израильских коллег, у израильских супервизоров, потому что, ну, они долго уже с этим работают, и некоторые пошучивают, когда говорят о том, что помимо коммерческого интереса работать здесь, в России, есть еще такой идеологический интерес, это как они пошучивают, колонизировать восточную Европу, но не колонизировать, а в плане того, что принести сюда какие-то теоретические штуки, потому что у нас здесь их нету. И вот коллеги фантазировали о том, что, быть может, получилось так, что вот точно по таким же мотивам когда-то нам принесли фрейдерский психоанализ, юнгианский психоанализ, и вот он засел у нас, считается чем-то единственно верным в России по-прежнему есть очень много споров, что есть психоанализ, чем он не является, и тому подобные штуки. Мне не хочется никого обвинять и говорить там почему, но я думаю, что может быть там еще фрейдовский психоанализ, он как-то ложится хорошо, и он как-то монополизирует все остальное, может быть, просто потому, что у нас очень мало рефлексий сейчас на тему гетеросексизма, вообще патриархальных штук и всякого вот тому подобного, и мне кажется, просто вот на эту почву он очень хорошо ложится, и он там что-то объясняет, дает какую-то такую, ну, почву под ногами, поэтому, быть может, у нас сейчас очень мало там рефлексии по поводу вопросов, там, целой кучи, ну, вышеупомянутых, поэтому, может быть, монополия такая существует. Вот вы чуть ранее упоминали терапию, основанную на ментализации, я тоже хотел по поводу нее задать вопрос, все-таки это достаточно есть, ну, так скажем, много пересечений с поведенческой терапией, и вот как вы все-таки видите, на данном этапе вот общий какой-то психотерапевтический тренд, он все-таки уходит больше к войне школ, к противопоставлению, да, допустим, там, поведенческой психоанализа, или все-таки это что-то про интеграцию какую-то, про сотрудничество? Вот больше похоже про то, как вы сказали, про сотрудничество и интеграцию, потому что школы пытаются взять самое лучшее, что есть у них друг от друга для того, чтобы оказывать качественную, эффективную помощь персонам, которые обращаются за этой помощью. Вот, например, вышеупомянутое лечение, основанное на ментализации MBT, это и правда, это синтез поведенческой терапии и психоаналитической психотерапии, но есть даже больше, по сути, есть еще когнитивно-аналитическая терапия, которая тоже есть синтез поведенческой терапии, конкретно CBT и аналитической терапии. Там есть, я понимаю, что CBT выходит далеко за рамки домашних заданий или каких-то упражнений, но вот, допустим, когнитивно-аналитическая терапия, в ней есть вот какая-то такая шагообразность или последовательность, ступенчатость, там есть возможность введения протоколов и многое другое, и похоже на то, что и правда люди пытаются перенять все самое лучшее, что есть у них друг у друга. Есть замечательная психоаналитеса, ее зовут Джессика Бенджамин, она феминистка, она, ну, мне трудно ее определить, я думаю, назвать ее реляционной психоаналитесой это неправильно, потому что она больше относится к интерсубъективному, это тоже такое новое большое направление. Вот, например, она недавно буквально в рассылке искала DBT-терапевта, чтобы там направить клиентов, потому что DBT показывает хорошую эффективность, очень экологичное направление, помогает как-то, когда я только-только начинал практику, так получилось, что очень быстро появилось очень много клиентов с пограничным расстройством личности, и работая в более таком как бы, ну, в обыденном смысле этого слова, в таком психоаналитическом подходе, я увидел, что персону очень сильно ранятся об эту рамку, и им очень сложно бывает это выдерживать. И одна клиентка написала спустя приличное время о том, что после этой терапии она обратилась за помощью к DBT-терапевту, и она почувствовала просто разницу колоссальную, насколько сильно ей это помогло, насколько лучше она себя почувствовала, и там, и вообще, насколько здорово это было для нее, и вот она там из самых лучших побуждений писала мне, там делилась, что типа вот, если у вас есть возможность, направляйте, это помогает, и многое другое. Я знаю, что есть там новые направления, терапия, принятие ответственности, акт-терапия, которая тоже, это, по-моему, новой волны, да, поведенческой. Да-да-да-да, ну, это вот, да. Вот, и что много классных штук есть, вот, которые, ну, помогают персонам. Хочется сказать, что именно экологично что-то делать, переживать, справляться с чем-то, с чем бывает, ну, очень невыносимо. Вот, поэтому кажется, что да, все идет к интеграции, ну, похоже на то. Вот, я думаю, что у очень многих, кто нас посмотрит или будет слушать, еще у нас будет формат подкаста этого интервью, наверняка будет такой вопрос, а если все-таки, ну, это очевидно, да, что в России это все пока что очень слабо представлено, я имею в виду те направления, которые вы сейчас озвучили, психодинамические, психоаналитические, как их изучать или как им учиться вот в существующих реалиях, что вы можете как-то вот посоветовать? Есть институт Уильяма Уайта, мне бы хотелось пару слов про него сказать, мне бы хотелось сказать пару слов про, да, про Гарри Салливана и про Клару Томпсон, мне кажется, такие чудесные персоны вообще были, Гарри Салливан, он был психиатром и по-моему, это были 70-е годы и он был геем и в то время, ну, то есть, я не знаю, помните вы или нет, официально гомосексуальность, бисексуальность, они ушли из МКБ-10, из диагностических категорий, по-моему, в 92-м году или в 94-м, я не помню наверняка, то есть, из международной классификации, когда это было в DCM, вот, увы, я не знаю, и в то время они подвергались астракизму, да, их изгоняли, лишали профессиональных статусов и многое-многое другое, и вот группа замечательных персон, Клара Томпсон, которая проходила свой личный анализ у Ференци, она была очень лояльной, она была верным другом, она была замечательным практиком, в свое время, когда Хорни переехала из Европы, когда начиналась война, переехала в Штаты или после войны, вот этого я уже не помню, по какой-то причине Американская Психоаналитическая Ассоциация лишила ее профессиональных статусов и членства в этой организации и Томпсон, в знак протеста и поддержки своей подруги она ушла вместе с Хорни, они создали свою организацию, Хорни была по образованию психиатркой, и в их компании был Эрих Фром, Фром не был психиатром, он, по-моему, социолог по образованию, и когда он пытался то ли получить статусы, то ли когда он пытался получить какое-то положение в этой организации, Хорни ему сказала, что психоаналитиком может быть только психиатр, Томпсон тоже была психиатркой, то есть, по сути, она ему отказала в ну, в аккредитации, условно говоря, то Томпсон, поддержав друга, она ушла и из этой организации, потом появился институт Уильяма Уайта, который говорил нам нет разницы кто вы, вы психолог, вы социолог, вы психиатр, мы всем рады, там, не имеет значения ваша ориентация и все другое, и это была такая самая первая, и по-прежнему это френдли организация, которая набирает специалистов совершенно, и специалистов совершенно с разным опытом, и три года назад институт Уильяма Уайта, он для российских специалистов, неправильно говорю, для русскоговорящих специалистов создал возможность двухлетней образовательной программы по интерперсональной психоаналитической психотерапии с переводом, можно обучаться у них, вот, то есть... Это просто вау, мне кажется, то есть все просто больше нет даже вопросов у меня как-то... Это просто круто. В этом году меня очень радует то, что несмотря на всякие политические штуки, коллеги все равно стараются объединяться, и несмотря на то, что происходит между Россией и Украиной сейчас, у нас есть очень тесная там любовь и связь вместе с нашими киевскими коллегами, и вот, например, киевская психоаналитеса Алена Чуканова, она в этом ноябре запускает трехгодичную программу, которая будет доступна и для российских специалистов, для тех, кто живет в Казахстане, в Белоруссии, для всей Восточной Европы или там для Азии, для тех, кто говорит на русском языке, будет трехгодичная программа именно по реляционному психоанализу, потому что реляционный психоанализ и интерперсональный, они неплохо так очень сильно отличаются друг от друга и просто для тех, кому, может быть, подходит что-то больше там вот просто, чтобы как-то попробовать описать хотя бы просто, в чем разница между интерперсональный психоанализ, он по-прежнему такой, у них по-прежнему есть концепция трансфер, контр-трансфер, перенос, контр-перенос, я не говорю, что прям это прям фу-фу-фу, отказывайтесь от этого, это плохо, но это убирает из поля часть опыта, реляционные психоаналитики, они говорят о том, что, я забыл, как они называются, по-моему, называется эффекты, эффект наблюдателя, когда наблюдатель влияет на о том, что так или иначе, краснее, там, зевая, отводя взгляд в сторону, нахмуривая лоб, скрипя стулом, перемещаясь на кресле в разные положения, аналитик или аналитеса все равно влияет как-то на клиента, все равно участвует, и помимо переноса в клиенте есть адекватный ответ на то, что происходит с аналитиком или как аналитик строит контакт с клиентом, и что это взаимные процессы, и что аналитик как-то влияет на клиента, и клиент влияет на аналитика, и это больше уже про такую более про реляционную перспективу, про вот эти эффекты наблюдателя, про там рефлексию эпистемиологического разрыва, о том, что есть большой разрыв между тем, как представлена теория, как она реализуется на практике, что есть зазор, что то, как мы практикуем очень сильно отличается от того, какие статьи, материалы мы публикуем, и как мы описываем нашу практику, что есть зазор, вот, это больше про реляционную перспективу, интерперсональный психоанализ, он такой, ну, как бы, пока что не особо сильно рефлексирует, хотя реляционный психоанализ возник благодаря интерперсональному, он как бы отпочковался и выделился туда, и вот в этом году, я думаю, наверное, на протяжении всех следующих лет у русскоговорящих специалистов есть возможность обучаться реляционному психоанализу, и если институт Уайта это не преимущественно, а 99% это американская программа, то киевская школа это будет смешанная на 50% американская, на 50% израильская, израильские американские специалисты, то есть если по институтам, то вот, по крайней мере, на сегодняшний день уже есть две такие огромные френдли организации, в которых можно получать образование, если литературу убрать, то вот, к сожалению, как-то так получилось, что очень мало переведено, на русский язык есть очень достойный перевод, книга, по-моему, называется «Клинический психоанализ Роберта Столароу», Столароу, я, честно, вот не знаю, где ставить ударение, и Джорджа Атвуда, это просто прекрасная книга, они очень много там рефлексируют, в психоанализе есть такие сложные нюансы, у нас есть концепция проективной идентификации, она заключается в том, что клиент, он не специально, он бессознательно, каким-то образом, своим поведением, своим способом коммуникации, он стимулирует в терапевте чувства, который сам в себе пережить не способен, как правило, это гнев. И так получилось, что на протяжении долгого времени проективная идентификация, она превратилась, знаете, в такую своеобразную плеть, которой можно в закрытой супервизии, где можно вот так, типа, отстегать условно клиента и сказать, он использует проективные идентификации, какой-какой плохой. Никто не говорит плохой, но вот ощущение такое остается, вот примерно как люди с пренебрежением говорят о пограничном расстройстве личности, говорят, ой, пограничники или еще что-то в этом духе, и чувствуются очень сильные негативные коннотации. И вот эти авторы, они очень много рефлексируют, проблематизируют вот эту тему, того, как много вреда иногда эти концепции приносят, как они ранят людей, как они причиняют боли, многое-многое другое, эти книги, она прекрасно переведена на русский язык. Там есть замечательные клинические иллюстрации, которые могли бы попробовать понять, что это, как это. И у Боба Столароу есть его такая книжка тире методичка, она совсем коротенькая, в которой он рассказывает про свой опыт и про свою практику. Это тоже вот тот пример, с чего мы начинали о личном опыте терапевтов, о самораскрытии каких-то деталей, там, опыта депрессии. Он рассказывает о том, как он потерял свою жену и как сильно это по нему ударило, какой травмой для него это было и как он чувствовал себя там никем не понятым и он делится своим опытом и как этот опыт, он улучшил его собственную практику, что благодаря этой потере, ну, как бы вопреки, наверное, правильнее сказать, он смог улучшить с помощью своей боли свою практику и делится своим опытом и на самом деле книга читается очень легко и, ну, и его опыт, мне кажется, он как-то очень ценен, поддерживает терапевтов. У многих терапевтов есть опыт, кто-то имеет, там, я частенько видел, когда у терапевтов есть, например, диагноз эффективных расстройств, диагноз личностных расстройств, там, чуть реже, может быть. у нас остается не так много времени и, тем не менее, вот настолько интересный контент того, что вы рассказываете, даже не хочется это парировать, но несколько вопросов вот я хотел бы еще вбросить, чтобы как-то ввалидировать то, что мы до этого обсуждали. Вот вы упомянули о том, что Институт УА это открыт для, скажем так, специалистов в разных сфер, для социальных работников, психологов, то есть правильно ли я понял, что для того, чтобы вот стать, допустим, психо, моделяционным психоаналитиком не обязательно иметь психиатрическое образование или что-то вот... Да, 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 да. Вообще это американская практика для того, чтобы быть психотерапевтом любого направления, будь то психоаналитическая психотерапия, поведенческая. Есть огромный перечень специальностей, он гигантский, там, по-моему, даже юристы есть, которые могут получить это образование, по-моему, только в странах СНГ, конкретно в Украине, в России и в Беларуси и в Казахстане. Психотерапевт это как-то вот, хочется сказать, это как будто бы рекет какой-то произошел, и психотерапию захватил Минздрав, но во всем остальном мире это междисциплинарная практика, и ею могут быть в равной степени не только психиатры, но вообще любые врачи, медсестры, медбратья, социальные работники, психологи, школьные консулы, юристы, философы, огромное количество специалистов, что это отдельная специальность. То есть достаточно пройти подготовку в том или ином направлении, чтобы стать психотерапевтом или психологом-консультантом. Да, но институт Уайт он также выдвигает требования, помимо того, что они все-таки ожидают, что у слушателя есть какое-то базовое образование в этих направлениях, они все-таки ожидают, что у слушателя есть приличный опыт личной терапии, потому что требования остаются прежними. Личная терапия, теоретический тренинг и хотя бы какая-то супервизия или интервизия практики. Это по-прежнему важно. Еще в процессе того, как вы рассказывали о современном психоанализе, у меня сложилось такое впечатление, что он ну вообще люди, которые занимаются его развитием, они достаточно открыты и активно вовлекаются в борьбу с дискриминацией, ну как бы вот за равноправие и что это очень такая организация вот в этом плане достаточно лояльная. Это вот действительно так? Да, вот, например, вышеупомянутые столы Роуиад, вот они очень много говорят о проблеме стигматизации персон с ментальными расстройствами. В своей работе они вообще отказываются от диагностических концепций. Здесь очень похоже на тот пост, который был написан, по-моему, летом, вот на чистых когнициях, о том, что есть критика текущей существующей диагностической модели как безапелляционной, о том, что там есть нозологические единицы, которые на самом деле могут быть как синдромами, так и, собственно, расстройствами или даже симптомами. Они могут изменяться со временем или не говорить ничего о прогнозе о помощи или об опыте конкретной персоны, о том, что требуется какой-то более такой адресный подход. И вот, например, Столроу, Атвуд, они очень много вот в этом направлении работают. Карен Морода, вышеупомянутая, она открытая лесбиянка, и она много говорит об опыте там гомосексуальных или там бисексуальных терапевтов, о том, как это влияет на нашу практику. Джессика Бенджамин, она феминистка, она, у нее был воркшоп и тренинг, она рассказывала специалистам разных направлений о деконструкции Эдипова комплекса, там она рассказывала про разные штуки, о том, что Эдипов комплекс это конструкция, которая возникла на площадке патриархальной культуры, в которой дефолтный человек по умолчанию это мальчик, то есть девочка это мальчик без члена, да, получается и как бы вот дефолтный опять человек это мужчина и вот она рассказывала там ну не рассказывала, а ее воркшоп был построен деконструкция вот таких патриархальных и сексистских установок в терапии и то есть ну да, в действительности они много делают для этого. Институт Уайта вот по-моему кураторка вот этой двухлетней программы она говорила, что вот в ближайшее время издастся сборник текстов, который посвящен проблеме, я так понял, патриархата на разные темы, но на связанные с патриархатом и то, как это аффектит практику психотерапевтическую, я так понял. И вот в скором времени они собираются тоже опубликовать. Ну да, выходит. Я это почему вот так чуть-чуть уточнил, потому что читая вот тех людей, которые в русскоязычном информационном поле, тут, ну, скорее всего, это, наверное, связано с их, может быть, методологической какой-то психоаналитической ориентацией, но там скорее часто встречается критика феминизма и вот отсылки к таким старым психоаналитическим интерпретациям, что это то, это там вот член, там пенис, вот как-то все, да, и слушая вас, возникает такой, конечно, диэстонанс, что на самом деле вот современный психоанализ, он совершенно другой. Мне кажется, об этом очень важно говорить и, может быть, даже больше говорить, потому что когда мы говорим психоанализ, то возникает несколько таких классических реакций, это либо реакция такая, ой, фу, это уже старье, ничего, это не работает, там уже все это значит то-то-то, типа и на это об этом говорят в том числе даже научпопу какие-то активисты, ну, потому что они читают старые учебники или анализируют какую-то старую литературу вот, ну, либо наоборот, это какое-то отстаивание вот этих психоаналитических позиций, полнейшее отрицание какой-либо доказательности науки психотерапии, это искусство, ну, такие как бы две крайности, которые скорее, ну, как-то, наверное, упутают людей и специалистов в плане того, что происходит вообще в мире. И вот, вот, может быть, вы могли бы сейчас сказать, на ваш взгляд, какие-то самые, там, не знаю, топ каких-то мифов, которые присутствуют у нас, ну, может быть, три мифа, да, о психоанализе, которые уже не соответствуют реальности, но которые там, допустим, повторяются. Мне кажется, это вот то, о чем вы до этого, да, сказали о том, что есть критика. Дело в том, что может сложиться впечатление, и так как у нас с коллегами, например, есть, ну, такой узкий круг, где все специалисты толерантные, вежливые и уважают чужой опыт и не пытаются его обесценить, на какой-то момент создается иллюзия, что так везде и со всеми. И так получилось, что недавно там замечательные коллеги Денис Каргальцев, Ирина Золотарева, Александр Левчук, они проводили воркшоп, где получили огромное количество критики как раз от таких более ортодоксальных психоаналитиков и психоаналитес, которые там, ну, были очень суровые, которые по-прежнему пытаются сохранить вот эту рамку, которая была еще со времен там того же самого Фрейда и его учеников. Поэтому мне страшновато называть что-то мифами, то есть есть достаточно приличный процент специалистов, практика которых так или иначе связана с этими концепциями, и это, ну, это еще не миф, да, это еще часть нашей реальности. Есть приличная часть специалистов, которые пытаются улучшить свою практику, которые пытаются видеть проблемные места, исправлять что-то, чтобы оказывать людям там качественную, хорошую помощь без стигмы, осуждения или еще что-то. Поэтому, как бы, мне кажется, что часть из этих мифов, они имеют место быть, и они по-прежнему присутствуют. Вот. Но из такого, например, что на поверхности, да, лежит о том, что психоанализ это мама-папа, да, в психоанализе ранний опыт персон имеет большое место, но больше через призму теории привязанности, о том, что так получается, к сожалению, что в течение где-то первых трех лет, согласно вот теории привязанности, у нас формируется определенный такой паттерн взаимодействия с другими людьми, особенно романтический паттерн привязанности. И так или иначе бывает, что мы его, ну, повторяем в разных ситуациях. Но, опять же, психоанализ это не работа там и тогда, вот в прошлом, а в большей степени здесь и сейчас, да, ну, психоаналитически ориентированный или психоаналитический психотерапевт помогает клиенту понять, например, какие-то вещи, которые за собой иногда бывает трудно заметить. Например, человек считает, что, ну, допустим, какой-то такой более повседневный пример, что он себя жалеет, нужно себя меньше жалеть, и тогда все будет в порядке. Но терапевт может, например, обратить внимание здесь и сейчас, да, что там, то, что вы называете жалостью, там, со стороны похоже на самообвинение или на самоуничижение, вы себя называете последними словами, ругаете себя, больше похоже, что вы себя отчитываете, чем жалеете и тому подобные вещи. То есть, ну, психоаналитик, психоаналитесы, они работают, то есть, памятуют об опыте, который был за плечами, и как он может организовать, ну, условно говоря, как персона воспринимает мир, как понимает, как понимает себя через призму прошлого опыта, но все-таки сохраняя фокусное здесь и сейчас. Не о том, что там, это потому что, да, там, допустим, вас, там, ну, и отсылка, какая-нибудь. Ну, да, 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 ну, как вот это вот, как показывают иногда в фильмах там или как-то, да. Да, вот, я еще вспомнил, наверное, для тех, у кого есть интерес по поводу доказательной базы и тем, кому интересно вот эта часть такая больше, там, связанная как-то не с практикой, а вот с доказательностью и с эффективностью, у нейропсихоаналитической ассоциации есть сайт, он, по-моему, если нужно будет, я сброшу просто ссылку, если появится необходимость, вы просто сможете ее включить или в видео, или я не знаю куда, и там в открытом доступе есть огромное количество статей, посвященные теме доказательности, то есть, если интересно что-то почитать на этот счет, то есть, там все есть, вот у меня есть любимая эта статья по поводу эффективности психодинамической психотерапии при депрессии, потому что там есть все, там есть снимки fMRI, там есть графики, там все, что нужно есть, вот, для тех, кому интересно было бы побольше об этом узнать, у нейропсихоаналитической ассоциации есть даже своя образовательная платформа, на которой разные лекторы, лекторки рассказывают какие-то интересные штуки, там есть, там, например, нейробиологические основы памяти, запоминания и забывания, и идентичности, там, и вот тому подобные штуки, то есть, в открытом доступе есть классная лекция по психозам, о том, как это выглядит с точки зрения, там, нейропсихоанализа и тому подобных штук, они, правда, все на английском, на русском нету, для тех, кто захочет пройти образовательные курсы на сайте, ждет засада, потому что к российским картам почему-то относятся как-то с предубеждением, на сегодняшний день нет возможности оплаты через PayPal, и это целая песня, как делать оплаты, это сложно, вот, российские карты, они отказываются, как мне объяснили администраторы ресурса, о том, что в России очень много хакеров, и поэтому они не берутся иметь с нами, с нашими картами никаких дел, и для меня это, конечно, тоже, но для тех, кто не владеет английским, есть очень хорошо переведенная на русский книга, она, по-моему, называется авторы Марк Солмс и Карен Каплан Солмс, она, по этим авторам, она только одна на русский переведенный, зеленого цвета, она называется что-то в духе типа глубинная нейропсихология, или там нейропсихоаналитические исследования, что-то в этом духе, она очень интересная, по сути, это клинические иллюстрации клиентов и клиентов, которые имеют повреждения головного мозга, и как они себя чувствуют, как продвигается терапия с ними, какие штуки можно там, на что можно обратить внимание, но она больше такая нейробиологическая, нейрофизиологическая, но... Ну, я вот такие книжки на самом деле люблю, может быть, тоже ее обязательно полистаю. Вот последний вопрос, который мне бы хотелось задать, я читаю уже давно ваш канал, и я видел там списки публикаций, в том числе такие посты, где вы делитесь своим собственным опытом, в том числе опытом переживания депрессии, и это было достаточно, ну, как-то очень трогательно, ну, и для меня с другой стороны как бы вызвало такой вопрос вот по поводу самораскрытия терапевта, и вот его позиции, и вот я сейчас хотел бы спросить ваше мнение по поводу того, как вы относитесь, что терапевт делится своим каким-то опытом, в том числе опытом переживания боли, страданий, и как к этой позиции относятся к современному в современном психоанализе? Я до этого упоминал психоаналитесу Карен Мороду, я ссылаюсь на нее, когда думаю о самораскрытии, она не единственная авторка, на самом деле есть огромное количество специалистов и специалистов, которые писали об этой теме, писали хорошие штуки. Ее позиция заключается в том, что иногда наш собственный опыт боли может быть полезен, например, клиентам, он может помочь им начать говорить о своем опыте, о своей боли. вы правильно заметили, что с одной стороны трогатель, но с другой стороны возникают вопросы, насколько. И вот позиция психоаналитическая заключается в том, по крайней мере современной, о том, что это имеет место быть, иногда это бывает суперполезно и суперэффективно для клиентов и клиенток, но каждый случай индивидуальный и нужно каждый раз смотреть, где это может быть полезно, где это не будет полезно, где это может травмировать клиента или клиентку, где мы можем это сделать. Вопрос действительно неоднозначный. Есть авторы, которые полярные места заменяют. Одни авторы говорят, нужно всегда все говорить. Если я чувствую, например, какие-то негативные чувства к тому материалу, о котором говорит клиент, об этом нужно говорить, потому что возможно также на него реагируют и другие люди, но он не знает, потому что все удерживают при себе эту информацию. Почему-то никто не хочет с ним никак коммуницировать. Есть те, которые занимают диаметрально противоположную сторону и говорить, не нужно никогда этого делать. Это не помогает клиенту говорить о своих каких-то переживаниях, потому что терапевт занял условно ментальное место. Есть те, которые ближе всех к правде, если она здесь может быть, о том, что каждый раз нужно смотреть по обстоятельствам, где это можно сделать, где нельзя. У меня, допустим, в практике есть клиенты, с которыми я не раскрываюсь никогда, потому что в их жизни для их материала никогда не было места. И у них есть на терапии возможность говорить о себе, о своем опыте, им нужно найти свои слова. Им никогда не помогает опыт других людей. они также говорят, мне не помогает, когда мне говорят, что вот какой-то метафорический Ваня у него было то же самое, и ему помогло это, мне никогда это не помогало. Вопрос, конечно, вообще может ли такое помочь кому-либо. И есть люди, которые прямо не просят, чтобы я делился с ними своими чувствами, как я чувствую, что я думаю, и им это помогает. То есть каждый раз нужно смотреть по контексту. Но тут еще такой, может быть, более широкий вопрос в плане какого-то публичного поведения, да, то есть вы, например, сделали выбор в пользу того, чтобы в своем блоге делиться своим переживанием. Да, здесь моя собственная идеологическая позиция, мне кажется, это очень важно говорить о опыте ментальных состояний среди терапевтов. В начале моей практики у меня было очень много стыда и вины за то, что у меня есть депрессивный опыт, мне казалось, что у идеального терапевта никогда не должно быть никаких затруднений там в области психологического благополучия или что-то в этом духе. Я вижу, как огромное количество молодых начинающих терапевтов, они тоже тяготятся, что у них есть какой-то опыт, и я понимаю, что об этом нужно говорить, о том, что так бывает, у нас бывают депрессии, у нас даже бывают психозы, у кого-то бывает расстройство зависимого поведения, там, что угодно, чтобы, ну, это не проблема, если, ну, если это не аффектит наших клиентов, ну, как-то я имею в виду, если мы не начинаем их эксплуатировать в какой-то степени, вот. Да, мне кажется, это очень важная тема ввиду того, что, ну, это как бы какое-то, может быть, субъективное ощущение, но определенная стигматизация специалистов вот с психическими расстройствами у нас присутствует, ну, в профессиональном поле, то есть вот сложно представить, что кто-то там из даже каких-то популярных или известных специалистов будет вот говорить, что вот, а у меня там тоже там такое-то было психическое расстройство, или выйти так вот перед всеми там коллегами там на обучение где-то об этом заговорить, там какая реакция будет совершенно неизвестна, и это еще к тому, что насколько нормализируются вообще в принципе психические расстройства, потому что это скорее будет, ну, переживание, тревоги и депрессии может оказаться скорее нормой, чем исключением. И сокрытие, сокрытие своего опыта боли, оно скорее способствует вот тому мифу, что нормальное состояние – это как раз-таки отсутствие боли и отсутствие психических проблем. Вот к тому, что вы сказали, опять хочу тех, я не знаю, кто будет смотреть, слушать это, вернуть к тому замечательному посту на чистых когнициях по поводу текущей диагностической системы, потому что мне кажется, она находится не в самом своем лучшем состоянии. По поводу вообще расстройств, мне больше всегда нравилось слово «опыт», и я его стараюсь использовать в своей практике, потому что мне не хочется говорить, что, например, персоны с так называемым аутистическим спектром, что вот как бы они сломаны, но с этим можно жить вот в таком духе. Для меня важно говорить о том, что это форма бытия, они такие, какие они есть, они не патологичные, и это их опыт, это их способ восприятия и быть в этом мире, и это, они имеют такое же право, как бы, не хочется использовать слово «норма», оно тоже будет такое стигматизирующее, но о том, что это опыт, просто у всех людей разный опыт, разный опыт, но все имеют равные возможности. Да, я думаю, что вот на этом таком посыле мы будем сегодня заканчивать, подписывайтесь на все наши порталы, мы в Телеграме чистой когниции обязательно поделимся ссылкой на канал Александра, может быть, Александр нас порекламит на своем канале, да, мы, этот подкаст выйдет в виде видео на Ютубе на нашем канале и в виде подкаста ВКонтакте, так что слушайте, задавайте вопросы в комментарии, ну и Александр, может быть, вы скажете какое-то последнее слово, чтобы оно осталось за вами, как за гостем. Мне очень понравилось, как вы закрыли сегодняшнюю нашу с вами такую беседу, вот, подписывайтесь на чистые когниции, это замечательный канал, я сам подписан, не жалею, да. Хорошо, да, ну все, тогда я заканчиваю запись, всем пока и ждите новых выпусков, ламповых интервью, я пока все имена буду держать в тайне, чтобы была какая-то интрига, кто будет дальше у нас в гостях, но это будет интересно, сто процентов. Пока. ламповых интервью, ламповых интервью. Спасибо.